Наконец-то выпал первый снег, а это значит, что уже нужно доставать зимние сапоги, ботинки, куртки, шубы и все примерять на себя. Сегодня в рубрике «Хочу сказать» мы будем узнавать у сыровчан, готовы ли они к зиме. Пойдемте. В принципе, у нас всегда одна забота, зима-то приходит. Нет, я ничего не покупала, мне все есть. Ну, то есть готова? Конечно. А скажите, что значит для вас зима вообще? Скучали ли по ней? Вы знаете, я не могу сказать скучала, но я нормально к ней отношусь. Ну, то есть мне нравится, то есть хорошая когда погода, солнце. Вот я, ну, ходим гулять вот туда по тропе здоровья, в лес. То есть я не вот, как мне некоторые говорят, ой, зима, спокойно отношусь к этому. Ну, у нас елка есть, все есть. Кто-то елки закупает, а кто-то еще на самокатах катается. Вот как эта женщина, например. Покажи ее. Ну, для меня зима – это радостные дни с родителями. Куртку покупали ей и мне. Потому что уже в онлайн-магазинах все раскупили. Пришлось ездить с нашим любимым QR-кодом в магазин и закупаться одеждой. Готовы. Как готовились, расскажите. Как? Одели теплые одежды, теплые шапки, варежки, чтобы горло не замерзло. В общем, всех детей подготовили и сами тоже. А вообще теплые вещи уже купили, все нормально, готовы? Ну, да. А где шапка? Она есть. Скажи, что больше всего ждешь? Новый год. Потому что там подарки, это елка нарезать. Такой процесс интересный очень. Новый год и поездку в Нижний к родственникам. Так. А еще что-нибудь ждешь такого великого в эту зиму? Наверное, день рождения своего друга. Ты что, снимаешь, что ли? Не снимай. Если кто увидит, мам, например, она запрещает мне снег есть. Не снимай. Не надо. Убирай. Убирай, сказала. Да. Все купили, все ждем. Что больше всего ждете от зимы? Побольше снега, поменьше морозов. Они очень снежные. Но в то же время морозы с маленькими. Чтобы не было такое холодное, как в прошлом. Потому что было очень холодно и не хочется опять. А вы что? Ну, хотелось бы, да, чтобы было потеплее чуть-чуть. А готова ли я к Новому году? А к зиме? Вроде бы готова. Перчаток нет, куртки нет, ботинок нет. Пошли одеваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова